Этикетки от продуктов, картон, пластиковые упаковки. Под покровом темноты сотрудники торговых предприятий начинают избавляться от отходов производства. Каждый день после восьми вечера в самом центре курорта растут стихийные свалки. А почему больше нет? Ну вот пойдите с администратором поговорите. А вы вот это заберите, пожалуйста. Да, конечно, заберите. Берите, пойдемте к вашему администратору сейчас быстренько и поговорим. Только за один вечер комиссия обнаружила пять мест скопления мусора. В рейде участвовали представители администрации, полицейские, казаки, всего около 50 человек. Они разделились на несколько групп и обследовали так называемый центральный квадрат. Это улицы Парковая, Горького, Конституции и Московская. Именно здесь несколько месяцев назад мусорные контейнеры убрали с проезжей части и перенесли на придомовые территории. О проекте переноса контейнеров начали говорить еще в ноябре прошлого года. В мэрии провели несколько совещаний с обслуживающими организациями и председателями домкомов. Они проинформировали о новшестве жильцов. Раз контейнерной площадки нет на улице, значит, где ее можно установить? Значит, надо будет у себя во дворе, как было предложено Департамент городского хозяйства, установить контейнер. То есть один многоквартирный дом, один, ну, грубо говоря, один контейнер. Мусорные контейнеры на центральных улицах затрудняли движение транспорта и портили облик курорта. Кроме этого, их активно использовали предприниматели, не желающие заключать договоры со спецавтохозяйством на вылаз отходов. Бизнесмены экономили, оплатили за них жители микрорайона. Теперь контейнеры убрали, и торговцы выбрасывают свои отходы прямо на тротуар. Для того, чтобы у нас было чисто, аккуратно и хорошо, необходимо первое заключить договоры со спецавтохозяйством и взять у них пакеты с логотипом спецавтохозяйства, которые стоят 100 рублей. И вечером в 9 часов их выставлять вот сюда на эту улицу, и будет машина проходить и забирать. Итог рейда – 7 административных протоколов. Штрафы за вывоз мусора для организации могут достигать 50 тысяч рублей. Вечерние обходы будут проходить ежедневно. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ.